Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы прочитаем с вами 11 главу послания апостола Павла к римлянам. В предыдущих главах апостол Павел задает очень животрепещущий вопрос для всей общины о реальности Израиля. Что такое Израиль и каково соотношение народа Авраама с язычниками, которые тоже вливаются в церковь. И 11 глава является в этом смысле вершиной. Она очень длинная, очень насыщенная по содержанию. Здесь апостол Павел говорит некоторые вещи, из-за которых были очень ожесточенные споры в истории христианства. Сам апостол Павел до конца своих дней себя считал сыном Израиля, частью народа Божия. Он настойчиво об этом повторяет. И эта глава начинается вопросом. Итак, спрашиваю, неужели отверг Бог народ свой? Не бывать тому, ни в коем случае. И затем мы увидим на протяжении главы будет несколько тезисов. Прежде всего, Бог не отвергает те обетования и то избрание, которые Он совершает. В частности, поскольку существует некий остаток. И нам нужно будет понять, что означает слово «остаток» в устах апостола Павла. Затем апостол Павел говорит, что не бывает вообще окончательного падения, не бывает окончательных разделений того, что невозможно спасти. Для Бога ничего невозможного нет. Затем он переходит к парадоксальному мнению о том, что ожесточение народа Израиля тоже имеет свой спасительный смысл. Это происходит ради того, чтобы вся полнота творения, вся полнота языческих народов, всего человечества вошла в тайну спасения. И заканчивается эта глава гимном, словословие, литургическим гимном, в центре которого будет непостижимая тайна Бога и именно в положительном ключе. При том, что очень часто апостол Павел будет касаться болезненных моментов, которые говорят о зле, о смерти, о грехе, об ожесточении и об отвержении Бога. Когда речь идет об ожесточении, то, конечно, на ум приходит история исхода. Точно так же, как Бог некогда ожесточил сердце фараона, точно так же здесь он сопричастен тому ожесточению, которое совершается с сердцем Израиля. И это всегда совершается ради чего-то большего. И поэтому вторая важная тема — это тема милосердия Бога. Замысел Бога непостижим, и это ожесточение, и даже то, что нам кажется злом, парадоксальным образом должно разрешиться к благу. И, наконец, в этой главе мы увидим такое понятие «весь Израиль». И экзегеты здесь не могут прийти к единому мнению. У каждого есть свое мнение, что апостол Павел имеет в виду. И, как всегда, апостол Павел опирается на чтение Священного Писания. В этом он следует раввинистической традиции. Основой всему является чтение и толкование Слова Божия. «Итак, неужели отверг Бог народ свой? Не бывать этому. Ведь я и сам, израилетянин, из потомков Авраама, колена Вениаминова, не отверг Бог народ свой, который он предызбрал. Или не знаете, что говорит Писание об Ильи, как жаловался он Богу на Израиль?» Здесь, в качестве первого доказательства того, что Бог не отверг народ Израиля, апостол Павел себя приводит в пример, потому что его судьба характерна для сынов Израиля. Он плоть от плоти Авраама, он его потомок. Он из колена Вениамина. Он не потомок Давида, он потомок Вениамина. И он носит имя первого царя в Израиле. И Бог его призвал быть апостолом народов. Таким образом, если существует Павел, и Бог таким образом вторгается в его судьбу, значит, окончательная судьба народа Израиля не решена. Бог не отвергает этого избрания. И здесь апостол Павел тоже употребляет слово «предызбрал». Он любит слова с какими-то приставками, обозначающими избыток. Поэтому Бог не просто его избрал в тот момент, когда призывает Авраама, он его предызбрал до сотворения мира. Точно так же, как в другом месте апостол Павел о церкви скажет, что он ее предызбрал до сотворения мира. Это нечто, что предшествует самому началу бытия. И в качестве следующего подтверждения приводится молитва пророка Ильи. Из первой книги царств мы видим пророка, он может быть охвачен тревогой, он почти в отчаянии и желает умереть. И эта молитва – мольба о смерти. Настолько он повергнут в отчаянии поведением своего народа. «Господи, они убили пророков Твоих, разрушили жертвенники Твои. Вот я один остался, и моей души ищут». Но какой же был ему ответ свыше? «Я оставил себе семь тысяч мужей, которые не преклонили колен перед Ваалом. Вот так и в нынешнее время по благодати избран остаток. А если по благодати, то уже не по делам, иначе благодать уже не будет благодатью». Здесь апостол Павел говорит об остатке. «Точно так же, как рядом с Ильей остается небольшой остаток людей, которые будут верны завету, верны своему Богу, точно так же и здесь остаток – это некое обетование того, что суд над народом Израиля не завершен, и народ будет помилован не потому, что он был верен или будет верен и будет исполнять внешние предписания закона, но он будет спасен только по благодати». Благодать – это всегда дар, какой-то безусловный и абсолютный дар, он никак не связан с нашими заслугами. И в языке апостола Павла слово «благодать», конечно же, имеет не смысл какой-то харизмы даров, даров, пророчества и других важных даров – это практически как имя Бога, это не сущность Бога, но сам факт того, что Бог приходит, Бог приближается, и слово «благодать» – это есть некое безусловное приближение и присутствие Бога, пришествие Бога. «Так что же, чего искал Израиль, того не достиг, достигли же избранные, а на прочих нашло ожесточение, как написано». Таким образом, в народе Израиля происходит разделение. Одни принимают весть пророка, в случае апостола Павла принимают его Евангелие и принимают Мессию Христа и Иисуса, другие ожесточаются, отказываются принять. И то и другое есть некое исполнение пророчества, потому что написано «Бог дал им дух оцепенения, так что очи не видят и уши не слышат, и так до сего дня». И Давид говорит «Пусть танет их трапеза западней и сетью, и падением, и воздаянием им, пусть помрачатся очи их, чтобы не видеть, и пусть всегда сгибаются спины их». В одном случае здесь цитируется книга «Второзаконие», пророчество Исаии, а затем цитата из 68-го псалма. Речь идет об ожесточении. И в чем же оно состоит? Иногда уместно вспомнить греческое слово, потому что оно однокоренное со словом «склероз». Происходит некое отложение кальция в костях, настолько, что тело уже не может сгибаться, спина становится совершенно закостеневшей, окоченевшей. И точно так же происходит с сердцем. Другое слово — это некое ожирение, то есть самодовольство, неотзывчивость, ленивость сердца. И все это помогает нам понять, о чем же идет речь, вот это ожесточение. Народ как будто в оцепенении. Но для апостола Павла важно не просто обличать кого-то, искать виноватых и говорить о грядущем наказании. Его больше интересует вопрос о том, как Бог все это сможет обратить во благо, как Он все это может исправить. И в этом и состоит тайна вмешательства Бога. Итак, спрашиваю, неужели они, отступившись, упали окончательно? Не быть тому. Но то, что они отступились, послужило спасению язычников. А это для того, чтобы вызвать ревность в них самих. Если же их падение — богатство для мира, а их уменьшение — богатство для язычников, то насколько больше богатства принесет полное число их. Здесь мысль апостола Павла очень парадоксальна. Он пытается схватить какие-то взаимоисключающие явления. И мы видим, насколько парадоксальна эта реальность падения, реальность греха, зла. А сам факт, что они отступились, то есть здесь мы видим образ какой-то ошибки, они приткнулись, и сам Христос является камнем приткновения для них. То, что именно в этот момент они оступились, послужило тому, что язычники примут Христа. И, вероятно, видя ревность язычников и видя спасение, которое приходит в дома язычников, это вызовет некую ревность, некую зависть, либо пробудет желание народа Израиля тоже принять Мессию. Таким образом, парадоксальная вещь, само это падение, само это приткновение народа Божия станет богатством языческого мира. То, что было для одних лишением, для других это станет источником богатства и спасения, то, что они уменьшились, имеется в виду в своем достоинстве, были понижены, это тоже будет богатство для язычников, то тем более еще большим богатством будет то, когда будет достигнута полнота. Очень важно, что для апостола Павла, когда речь идет о полноте или об остатке, речь идет не о каких-то количественных характеристиках, но о качественных. Нам это очень непривычно, но потом мы, может быть, поймем, что здесь апостол Павел имеет в виду, насколько здесь действительно речь идет о качестве отношений с Богом. «Говорю это вам, язычникам, именно как апостол язычников я славлю мое служение. Быть может, вызову я ревность в тех, кто близок мне по плоти, и некоторых из них спасу». Итак, апостол Павел — это апостол языческих народов, и он обращается к ним с проповедью Евангелия, и, быть может, видя плоды этой проповеди в его единоплеменниках, братьях по плоти, проснется ревность, и тем самым апостолу Павлу удастся их спасти, то есть привести к Богу через приятие мессианства Христа и Иисуса. «Ведь есть ли отвержение их примирения для мира, то что же будет их принятие, как нежизнь для мертвых? Если освящены первые колоссия, то свят и весь урожай, и если освящен корень, то святы и ветви». Здесь мысль апостола Павла, конечно, вызывает многочисленные вопросы, не совсем все понятно. Но, во-первых, нужно понимать, что здесь апостол Павел употребляет слова, заимствованные из языка жертвоприношений, той жертвы, которая совершается в храме. Первые колоссия в действительности имеются в виду начаток, первые плоды, которые приносятся в жертву, и через освящение этих первых плодов, или, например, когда приносили в жертву бычка, то сначала ему отрезали челку, это был вот такой начаток. И через принесение и освящение этой первой части жертвы освящается вся жертва. И здесь в моем переводе слово «урожай», но в действительности как будто все тесто освящается, вся полнота, все человечество. И синонимическое ему выражение «Если освящен корень, то святы и ветви». То есть освящение малой части приводит к тому, что будут освящены всех. И тогда из этого понятно, что то освящение, которое приходит через народ Израиля, через избрание Авраама, распространяется и освящает все человечество, весь мир. И дальше апостол Павел приводит еще более парадоксальное рассуждение. «Если же некоторые из ветвей маслины были отломлены, а ты от дикой маслины был привит среди ветвей и стал причастником ее плодоносного корня, то не превозносись перед ветвями. А если превозносишься, то помни, не ты несешь корень, но корень тебя». Чтобы стало немножко более понятным, уже в девятом веке до нашей эры народ Израиля умел выращивать масличные деревья путем прививки. К корню дикой маслины, дичка, прививали ветви, отломленные от благородной маслины. И таким образом корни приносили свою жизненную силу, биологическую силу, а уже благородная ветвь приносила те плоды, которые она получает по наследству от благородной маслины. Итак, к дикому корню прививаются благородные ветви. Но апостол Павел говорит здесь о противоположном. К благородному корню прививаются дикие ветви. Если вы попробуете это осуществить, то у вас, скорее всего, ничего не получится, потому что делают как раз все наоборот. Но здесь апостол Павел хочет сказать, что его мысль — это не просто сравнение по внешнему сходству, а как бы от противного, от обратного. Потому что существуют действия, которые заложены в природе вещей, по законам природы, по законам физики. Это то, что мы можем рассчитать, объяснить и что мы ожидаем. И бывают вещи, которые человек не может предвидеть, не может ожидать, потому что это приходит свыше. Это не просто от природы, но иногда вопреки законам природы, иногда поперек законам природы, это будет настоящая благодать и чудо. И поэтому здесь и употребляется этот образ благородного корня, который есть образ народа Израиля, народа избрания, и образ диких ветвей, которые символизируют собой язычников. И все привиты к этим благородным корням. Но ни те, ни другие не должны превозноситься. Потому что то, что видел апостол Павел, он видел разделение. Всегда внутри общины есть люди, которые считают себя более православными, более спасенными, более избранными. И они свысока, с надменностью взирают на своих собратьев и начинают превозноситься. И апостол Павел говорит, «Будь осторожен, не превозносись. Если ты избран, то это не твои заслуги, это дар благодати. И помни, что не ты несешь корень». То есть в корне-то находится как раз благодать избрания. «Но корень несет тебя». «Тогда ты скажешь, ветви отломили, чтобы привить меня». Хорошо. Действительно, отломили благородные ветви и привили дикие ветви, «Они отломлены за неверие. Ты же держишься верою». Продолжая этот образ, апостол Павел говорит, что за неверие народа Израиля эти благородные ветви оказались как бы отломлены. Но что позволяет язычникам быть привитыми и чтобы живительные соки этого благородного корня текли по венам новых избранников, то это вера, вера по благодати. Поэтому не возносись, но бойся. То есть будь осторожен. Ведь если Бог не пощадил природных ветвей, то может и тебя не пощадить. Так что помни и о доброте, и о суровости Бога. «Суровость к падшим, а доброта к тебе, если ты сохранишь себя в этой доброте, а иначе и ты будешь срублен». Здесь апостол Павел призывает быть очень осторожным. Человек оказывается как на лезвии бритвы, как на гребне волны. И очень легко можно скатиться то по одному склону, то по другому. На одном склоне тебя ждет благодать, и если ты взираешь на Бога и не превозносишься, как только ты начинаешь превозноситься, тебя ждет суровость, гнев Божий. И это будет для тебя осуждением, и ты будешь срублен. «Но и те, если не останутся в неверии, будут привиты». Какова участь ждет тех благородных ветвей, которые были отломлены ради того, чтобы были привиты дикие ветви, и они тоже, если не останутся в неверии, то будут привиты. Ведь Бог в силах привить их снова. Ибо если уж ты от дикой по природе маслины взят, и вопреки природе, то есть по благодати, привит к маслине доброй, то тем более эти природные будут привиты к своей маслине. Таким образом апостол Павел объясняет, что ожесточение неверия народа Израиля является лишь знаком для язычников, источником их спасения, как будто это ради них народ ожесточился на какое-то время, но он может быть спасен. И 25 стих начинается характерным выражением апостола Павла. «Не хочу оставить вас в неведении, братья, об этой тайне». Всегда, когда апостол Павел хочет донести нечто чрезвычайно важное, он говорит «не хочу вас оставить в неведении, братья, дорогие мои, потому что для вас это очень важно». И дальше употребляется слово «тайна». «Тайна» имеет несколько значений. Чаще всего мы привыкли к греческому значению этого слова. Оно означает некое эзотерическое знание, которое доступно людям, посвященным. То знание, которое недоступно для людей профанных, для всех. Но для иудейского сознания «тайна» — это нечто другое. В частности, есеи, жившие в Кумране, это слово употребляли в том значении, что есть некая скрытая реальность, которая познается через чтение Священного Писания, через размышления. И тем самым мы проникаем как бы в глубины бытия, мы видим то, что было в начале, и это проливает свет на то, что с нами будет в конце. И таким образом, тайна — это всегда нечто скрытое, как семя Божие, посеянное в глубине этого мира, в глубине сердца человека. И вот однажды оно прорастет, принесет плоды и откроется. Итак, что же откроется и что же принесет плоды? Апостол Павел здесь предупреждает, «Не полагайтесь на собственную мудрость, но смотрите на все глазами Бога. Часть Израиля — в ожесточение, но лишь до той поры, пока не войдет полное число язычников, и тогда будет спасен весь Израиль». То есть, опять же, здесь речь идет о том, что есть некий остаток народа Израиля, который не ожесточился, а остальной Израиль в ожесточении, и все это будет в ожидании того, пока вся полнота языческих народов, все человечество не присоединится ко Христу. Иногда это толковалось, как необходимость обратить, то есть крестить всех евреев, и тогда наступят последние времена и вернется Христос. Но мысль апостола Павла скорее немножко о другом. Он скорее говорит о спасении всего человечества. И вот когда больше не будет ни Эллина, ни Иудея, не будет никаких разделений, и вся полнота человечества, единый Адам будет спасен, вот тогда и будет спасен весь Израиль. То есть, вариант того, что апостол Павел имеет под выражением «весь Израиль», это означает все человечество, которое воссоединилось со Христом. Потому что Израиль в данном случае не просто политическое, этническое, религиозное или социальное явление. Израиль — это народ избрания, народ, который вошел в завет с Богом. И дальше приводится пророчество Исаии и Иеремии. «Придет от Сиона избавитель, устранит нечестивость от Якова, и тогда заключу с ними завет мой, когда удалю грехи их». В отношении благовестия они враги вас ради, но в отношении избрания возлюблены отцов ради. Чтобы понять апостола Павла, нужно представить, что он пытается взглянуть на все глазами Бога. Для язычников иудеи — это соперники и, может быть, неприятели, и даже враги. Но то, что человеку может показаться враждой, в действительности — это нечто ради нас, для того, чтобы Евангелие было проповедано и принято. Поэтому в отношении между людьми могут быть враги и друзья, но в отношении избрания, то есть глазами Бога, они возлюблены отцов ради, потому что у этого народа были Авраам и великие патриархи, великие святые, с которыми Бог заключил завет, и поэтому они остаются возлюбленными, потому что они сыны тех избранников. «Ибо не раскаивается Бог о дарах своих и призвании. Ведь как вы были некогда непослушны Богу, а ныне помилованы из-за их непослушания, так и они стали ныне непослушными из-за милости, оказанной вам, чтобы быть и им помилованными. Ибо всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать». Но, может быть, легче всего понять последнюю мысль. И грех касается не только отдельных народов или отдельных личностей. Реальность греха, смерти, непослушания и несовершенства отношений с Богом касается всех людей. Поэтому всех Бог заключил в непослушании. И апостол Павел не говорит «за что?». Он не ищет виноватых. Он говорит «но ради чего?». Для того, чтобы все были помилованы, для того, чтобы через прощение грехов, через изобилие благодати, все человечество было восстановлено в своем изначальном достоинстве. И поэтому становятся более понятными слова, которые он говорил прежде. «Также и вы были некогда непослушны Богу, а ныне помилованы и за их непослушание, как будто грех и ожесточение одних становятся источником для других. Но, в конце концов, последние судьбы мира в том, что Бог помилует всех. И для того, чтобы не ставить какие-то окончательные точки над «и», апостол Павел завершает эту главу литургическим гимном, словословием Богу. Он не дает прямого и окончательного ответа на тайну зла, на тайну ожесточения, на тайну избрания, поскольку это всегда в руках Бога. И единственное, что остается человеку, точно так же, как Иов, который вызывает Бога на суд и требует объяснений, за что он его наказывает, если я виноват, то скажи мне, в чем я виноват. И история с Иовом, его суд с Богом, завершается тем, что Бог спрашивает, «А где ты был, когда я поставлял пределы этого мира?» Человек понимает, что, как существо сотворенное, он целиком зависит от Бога, и премудрость Бога, его величие, его богатство бесконечно превосходит все, что мы можем себе представить. И единственное правильное богословие и ответ — «Славословие Бога. О глубина богатства и ведения, и премудрости Бога! Как неисповедимы суды Его и непостижимы пути Его!» И дальше цитаты. «Ибо кто познал ум Господа? Или кто стал советником Ему? Или у кого Он прежде брал, так что должен вернуть долг?» Замечательные вопросы. Кто может постичь всю полноту ума Господа, все Его мысли человек не может внестить? Какой человек может давать советы Богу? Или кому Бог чем-то обязан, что в какой-то момент должен был Бог взять в долг, и теперь должен вернуть этот долг? И, конечно, эти вопросы риторические, которые напоминают человеку, что человек есть человек, и поэтому ему не нужно хвалиться перед Богом и судить Бога. Но вместе с тем здесь и есть какой-то очень тонкий намек, потому что есть некто, кто познал ум Господа. Есть некто, кто был Ему советником. И в книге Ветхого Завета, книге «Премудрости» — это «Премудрость Божия». Апостол Павел еще не говорит, что Иисус Христос есть «Премудрость Божия», но уже есть этот тонкий намек и упоминание о «Премудрости». все-таки будет некто, кто познает всю полноту, кто принесет с собой все богатства Бога этому миру. «Ибо все из Него и через Него и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь». И это слово «Аминь», конечно, означает «да будет», но в действительности нужно понимать, что речь идет не о том, что это когда-то будет в будущем, но это уже сейчас есть и грядет. На портале экзогет.ру с вами был протерей Дмитрий Сезоненко и Санкт-Петербурга.